Послание к Галатам, 3 глава. Мы остановились на 10 стихе. Вот что мы сделаем. Начнем с 10 стиха и продвинемся к очень интересной 10 главе. Мы поняли, что благодать Божья стала доступной для нас, чтобы избавить нас от закона Моисеева. Теперь суть не в том, чтобы стараться исполнить требования закона, чтобы угодить Богу. Не в том, чтобы нам правильно себя вести, чтобы угодить Богу. Но в том, что мы спасены благодатью. И теперь, когда мы под благодатью Божьей, мы водимы не законом. Теперь мы водимы не законом, но мы водимы Духом Божьим. Мы приняли обетованного Духа. Мы водимы Духом Божьим, а не законом. В 3 главе послания к Галатам говорится, «Кто прелестил вас? Как вы, начав Духом, обольстились, впали в заблуждение, и теперь пытаетесь удовлетворить требования закона? Теперь вы пытаетесь исполнить требования закона. Кто прелестил вас? Итак, мы продолжаем с 10 стиха, где говорится, «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием закона». Жизнь человека, старающегося жить по закону Моисея, подобна жизни под проклятием. Пожалуйста, поймите, все началось с Адама и Евы. Они жили без закона, но у них было некое подобие закона, поскольку в Эдемском саду Бог дал им заповедь не вкушать от древа познания добра и зла. Они не послушались, впали в дела плотские, в тяжкие труды, в собственные усилия. Во времена Моисея необходимо было введение закона, потому что люди грешили, но не осознавали того, что и грехи есть беззаконие. Они делали грехи, но не осознавали того, что делаемое ими плохо. Закон был дан для того, чтобы люди осознали свой грех. Был дан закон, и он принес с собой осуждение, принес вину. Был дан закон, и он принес с собой требования, которые должны были быть выполнены. Однако исполнить их все было невозможно. Закон был дан для того, чтобы показать человеку пределы его возможностей. Закон был дан для того, чтобы возбудить грех внутри человека. Закон был дан для того, чтобы люди увидели предел своих возможностей и признали, «Как бы я ни старался, как бы ни трудился, исполнить весь закон я не смогу. Мне необходим Спаситель. Мне необходим Иисус». Люди постоянно старались исполнить закон, но они постоянно терпели неудачу. Им это не удавалось. Наконец, они пришли к осознанию необходимости в Спасителе. Если бы закон не был введен, то, войдя в эру и благодати, люди не понимали бы, для чего им Спаситель. Благодаря действию закона, люди пришли к осознанию того, что им необходим Спаситель. Поэтому теперь суть нашего христианства в уповании на все то, что Иисус сделал для нас, а не в уповании на собственные дела, собственные усилия, потому что в этом мы уже потерпели неудачу. Поэтому теперь мы уповаем на то, что сделал Иисус. Основание нашей веры — это то, что Иисус сделал для нас, а не то, что мы делаем для Иисуса, пытаясь впечатлить Его своим поведением. Итак, Иисус сделал все. Все скажите, «Иисус сделал все». Таково основание нашей веры и нашего упования. Мы верим в Господа Иисуса Христа и уповаем на Него. Если вы это понимаете, скажите «Аминь». Но закон пришел от Бога. Совершенный закон пришел от совершенного Бога. Однако закон, будучи совершенным, не мог сделать совершенными нас. Закон свят и пришел от святого Бога. Однако святой закон, пришедший от святого Бога, не мог сделать святыми нас. В законе ничего плохого нет. Проблема в нашей неспособности — исполнить весь закон. Проблема не в законе, а в неспособности человека исполнить его. Поэтому Бог предложил план для того, чтобы мы были успешны. И этот план — завет благодати. В этом завете благодати Бог поклялся, заключил завет самим собой. Он исполнит эту клятву, и вы будете выгодоприобретателем этого завета. Единственное, что для этого требуется, — верить в то, что сделал Иисус. Верить в то, что Он совершил. Бог не говорит вам делать что-то другое. Вы помните притчу про то, как царь устроил пир и послал своих слуг позвать всех на ужин. Царь пригласил всех вкусить ужин завета. Он сказал, «Все уже готово. Вам ничего не надо делать. Все, что вам надо сделать, — это прийти на ужин». Вот таково и наше спасение. Господь не говорит нам что-либо делать. Он сказал, «Приди, появись, верь в то, что Я сделал для тебя». Прими мои завершенные дела. Все уже было сделано. Все, что вам надо делать. Верить и поверь и принимать все то, что Иисус уже сделал для вас. Аллилуйя. Слава Богу. Господь уже исцелил вас. Он уже избавил вас. Он уже сделал вас свободным. Он уже сделал все, что вам необходимо. И Бог говорит, «Мне нужно, чтобы ты активировал свою веру и упование на завершенные дела, которые Иисус совершил на кресте». Вот что Бог говорит нам делать. Он говорит, «Я не хочу, чтобы ты старался. Я хочу, чтобы ты верил в то, что получил сделанное Иисусом». Это был краткий обзор предыдущей проповеди. А теперь 10 стих. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». Это относится ко всем, кто примет такое решение, «Я не буду уповать на завершенные дела Иисуса». Это относится ко всякому, кто примет решение, «Я не буду уповать на завершенные дела Иисуса». «Я буду жить по закону Моисееву». Но ведь уже было доказано, что исполнить весь закон вы не можете. В послании Иакова 2.10 говорится, что если кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным в нарушении всего закона. Писание говорит, что вы, пытаясь жить под законом, живете под проклятием, потому что неизбежно вы приходите к осознанию того, что ваши силы неадекватны и недостаточны. Жить такой жизнью без Иисуса невозможно. Мы видим, как в различных религиях люди пытаются жить по закону. Была такая религия, которая утверждала, что для женщин освящение — это носить длинную одежду и отказаться от косметики. А иначе женщину называли Иизавелью. Вот такой был закон, и женщины старались исполнить требования этого закона. Вы видите, почему это закон? Женщины стремились исполнить требования этого закона через то, что не носили брюки, при этом они думали, что пойдут на небеса благодаря тому, что носят платья. И мы можем вспомнить из своего прошлого примеры, с которыми мы сталкивались. Не используй косметику, а иначе ты будешь Иизавелью. Это были попытки через свое поведение заработать то, что Иисус уже сделал. Вы посмотрите, сколько требований предъявлялось церкви. Для того, чтобы получить это, ты должен делать то. Но уповая на свое поведение, вы результатов не добьетесь. Благословения придут к вам не благодаря тому, что делаете вы, а благодаря тому, что сделал Иисус. Женщинам причиняли боль, говоря, «Ты носила брюки, ты пользовалась косметикой, а теперь ты уже не достойна небес». Ношение или не ношение брюк не является показателем того, достойны вы небес или нет. Вы становитесь достойными небес только благодаря Иисусу. Я скажу вам еще вот что. Вы достойны небес не благодаря своему даянию, а благодаря Иисусу. Многие люди говорят, «Ваша праведность утверждается на вашем даянии». Нет, ваша праведность утверждается на крови Иисуса, а не на вашем даянии. Слава Богу! Итак, не пытайтесь жить по закону Моисееву. Есть люди, которые выдвигают вам требования, которые, по их мнению, необходимо исполнить. Они говорят, что вам необходимо приходить в церковь 1200 раз в году, чтобы стать достойными благословения. Нет, Иисус уже сделал вас достойными всякого благословения. Вы услышали, что я сказал? Иисус уже сделал вас достойными всякого благословения. Если вы не принимаете благословения, то причина тому — ваше неверие. Скажите, «Я достоин». «Я принят». «Возлюбленном». «Я очень любим». «Я пользуюсь огромным благоволением и через кровь Иисуса». «Я достоин» всякого благословения. Поэтому, придя домой сегодня вечером, составьте список благословений. Но тут есть такой аспект. «Все, что сделал Иисус, Он сделал для вас. И поэтому все, что вы делаете, должно быть для кого-то другого, чтобы самому получить благословение, надо думать о других». Продолжим. «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего». Если вы пытаетесь исполнить закон, но не исполняете его весь, то вы будете наделены силой терпеть неудачу. «Проклят всяк, кто не исполняет всего, что написано в книге закона, а что законом никто не оправдывается, не объявляется праведным. Оправдываться — значит объявляться праведным, пред Богом. Это ясно, потому что праведный верою жив будет. Те, кто были объявлены праведными, живут верою. Мы живем верою, слава Богу. Мы верим в Бога и доверяем Ему». Двенадцатый стих. «А закон не по вере». Я хочу дать вам хорошую формулу. Ладно, не буду использовать слово «формула». Это очень хороший способ приносить даяние. Живете ли вы по закону Десятины или нет? Писание говорит, что все, что не по вере — грех. Когда вы что-то делаете не по вере, вы, скорее всего, исполняете какое-то требование. «Все, что не по вере — грех». Когда вы сомневаетесь, это тоже не по вере. Когда вы в страхе, это не по вере. «Все, что вы делаете не по вере — это грех». Благодарение Богу за то, что Он простил нам все грехи. А ваша задача — жить по вере в Иисуса Христа. Вам необходимо жить, доверяя Богу, а не пытаясь исполнить требования закона. Это включает в себя и те требования, которые вам в прошлом выдвигали проповедники. Эти требования застряли внутри вас, и вы пытаетесь их исполнить. Люди извращают мои слова, но те, кто вводим духом, понимают то, что я говорю. Для чистых все чисто. Но есть и такие люди, которые стараются исказить мои слова. Я не говорю, что вы можете жить так, как вам вздумается. Но я говорю о том, что моя жизнь находится не под руководством закона Моисеева. Моя жизнь находится под водительством Духа Божьего. Есть законы, которые я исполняю, как христианин. Однако я это делаю по водительству Духа, а не закона. Речь не о том, что раз мы не подзаконным, то можем жить, как последние грешники. Речь вообще не об этом, а о том, что Дух Святой знает несравнимо больше нас. Он будет вести нас, руководить нами и показывать, как быть вежливыми, как быть терпеливыми, как общаться с братьями, как ходить в прощении. Он покажет нам все это. Бог хочет, чтобы мы находились под водительством Святого Духа. А для этого нам необходимо обновлять свой ум. Без обновления ума мы не сможем соблюсти баланс между Духом, Душой и Телом. Наш Дух желает идти правильным путем, а плоть — неправильно. Но когда наш ум связан с Духом, тело будет обязано подчиниться. Мы не сможем жить в этом физическом мире по руководству своего Духа без обновления своего ума. Вы говорите, «Я под водительством Духа, я под водительством Духа». Но вам надо пребывать в Слове, и Слово Божье должно проникнуть внутрь вас. И Слово... Кто-то скажет, «А разве это не требование?» Пойдем чуть глубже. Требование ли это? Нет. Для чего вы пребываете в Слове Божьем? Является ли физическая пища обязательной для вашей жизни? Да, является. Вот так же и Слово Божье. Есть пища для вашего Духа. Некоторые люди извращают Слово Божье и манипулируют им, интерпретируя все как требование, и в конце концов, приходя к выводу о том, что можно вообще ничего не делать. Но все равно, что-то делать необходимо. Помимо требований закона, есть еще и другие требования. Например, вам требуется спать. Вам понятно, о чем я говорю? Не занимайтесь манипулированием и искажением слова. Вы не получите никаких результатов, если будете просто повторять «Я под водительством Духа». В этом случае вы даже и не знаете его. Но если вы под водительством Духа, что тогда? Вы понимаете, что Дух Божий прямо здесь. Дух Божий прямо здесь. И когда вы пребываете в Слове, Дух Господень начинает вести вас через это Слово. И послушайте, когда внутри вас будет достаточно Слова, тогда у Духа Божьего будет больше возможности вести вас и руководить вами. Да, Дух Божий абсолютно совершенен. Но вы живете в физическом мире, в физическом теле. У вас ум, который необходимо обновлять. И когда Дух вашего ума обновляется, тогда Дух Божий, живущий в вас, имеет больше возможности вести и направлять вас, чтобы вы сделали то, что надо сделать. Но внутреннего человека необходимо питать. Его необходимо обновлять. И Слово Божье является этим самым средством обновления. Нельзя наполнять свое мышление чем-то иным. Говорю вам, Дух Божий говорит с вами через Слово. Дух Божий ведет вас через Слово. Вам необходимо выучить язык Духа Божьего. Аллилуйя! Это — язык Духа. Я говорил вам о вере в благодать, которую принес Иисус. Но это — Слово Благодати. Посредством Слова Бог показывает вам, как вести свою жизнь с тем, чтобы иметь жизнь с избытком в этом мире. Это не какая-то суперглубокая вещь. Ну, я в один духом. Аллилуйя! Я в один духом. Но вы не проводите время в Слове. Вы не впитываете его в себя. Вы не обновляете свой ум. Вы не пребываете в Слове. Ну вот, я чувствую осуждение из-за того, что вы говорите, что я не пребываю в Слове. Вы можете делать то, что считаете нужным, но вам необходимо проводить время с Богом. Вам необходимо проводить время с Богом, общаться, говорить с Ним, потому что ваша вера приходит от слышания Слова Божьего. Таким образом, Слово Божье — духовно. Иисус сказал, «Слова, которые говорю я вам, — суть Дух. Слово Мое — суть Дух и жизнь». Поэтому, пребывая в Слове, вы позволяете Духу этого Слова входить в вас. И когда Слово действует вместе с Духом Святым, вы обновляете свой ум Словом. Дух Божий ведет ваш рожденный свыше Дух. И вы, под водительством, теперь вы можете доверять своему внутреннему голосу, потому что Дух Слова и Дух Божий действуют вместе. И вы можете теперь жить жизнью, вводимой Духом. Аминь. И тогда не приходится. Некоторые говорят, «Куда легче было бы просто исполнять десять заповедей?» «Да, потому что вы не оснастили себя для водительства Духом». Аллилуйя. Вы видите, как люди могут брать Писание и искажать его, все превращая в закон. Вот поэтому вам и надо пребывать в Слове, чтобы постигать истинный Дух всего. Постигать истинный Дух всего и не позволять врагу приходить и искажать то, что мы, как христиане, должны делать для того, чтобы стать более успешными в водительстве Духом Божьим. Это было сказано для кого-то конкретно. Аминь. Двенадцатый стих. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив, жить будет им». Христос искупил нас от клятвы закона. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. «Сделавшись за нас клятвую, ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе». Иисус делался за нас клятвую? Для чего Он это сделал? С тем, чтобы мы с вами никогда уже более не были прокляты. Всем вам необходимо это услышать. Говорю вам, Иисус делался клятвую для того, чтобы мы с вами никогда уже более не были прокляты. Если вы рожденный свыше христианин, и кто-то вам сказал, что вы прокляты, этого не может быть. Вы не можете быть прокляты. Вы можете жить в послушании факторам, из-за которых ваша жизнь окажется проклятой. Но вы никогда не будете прокляты Иисусом. Если кто-то сказал вам, «Бог тебя проклял», это ложь. Бог излил все проклятия на тело Иисуса. Бог никогда не оставит и не покинет вас. Почему? Бог на время оставил Иисуса, чтобы никогда не оставлять вас. Он никогда не вменит вам ваших грехов. Почему? Потому что все ваши грехи Он вменил Иисусу. Бог никогда не проклянет вас. Кто-то скажет, «Бог гневается на меня, потому что вчера вечером я недостаточно помолился». Нет, Библия говорит, что Бог излил весь свой гнев на тело Иисуса. Для чего? Для того, чтобы не осталось никакого гнева, чтобы изливать его на вас. Я вам уже говорил, что Бог не только не гневается на вас, но даже не бывает в плохом настроении. Аминь? Хорошо. 14 стих. «Иисус принял проклятие на Себя, дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников». Итак, через Иисуса Христа благословение распространилось на нас. Через Иисуса Христа благословение Авраамова распространилось на нас, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Родившись свыше, мы получили обещанного Духа. Дух Божий живет в нас. Скажите, «Я получил обещанного Духа». В день, когда вы родились свыше, исповедали Иисуса Христа Господом в своей жизни, вы получили обещанного Духа. В Послании к Римлянам 5.5 сказано, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И Иисус пришел, чтобы жить в вас. Эммануил, с вами. Слава Богу, и в вас. Вы одно с Богом. Примите это откровение. Вы одно с Богом. Бог не только с вами. Он в вас, а вы в Нем. Слава Богу. Хорошо. 15 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». Расширенный перевод. Рассуждая в человеческих терминах, когда человек произносит свою последнюю волю, составляет завещание, всего лишь человеческий завет, никто не пренебрегает им и не отменяет его, не отменяет его и не прибавляет к нему после того, как он подписан и утвержден. Писание говорит, что когда люди составляют завещание, после того, как оно подписано, никто не может его изменить или что-либо прибавить к нему. Завещание остается таким, как и было, и оно запечатлено подписью. Этот пример дан для понимания Божьего Завета. Перейдем к 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Обратите внимание на то, что это слово стоит в единственном, а не во множественном числе. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». По сути, он не относится к 16 стиху, но этот вопрос возникает каждый раз, когда я читаю это местописание, поэтому, думаю, надо разобрать его. «Что Бог пообещал Аврааму?» Иногда мы путаем это обетование с обещанным нам Духом. «Но что же Бог пообещал Аврааму?» «Раньше я допускал ту же самую ошибку, но Господь исправил меня и сказал, «Больше так не делай». «Находите ответы в Библии». «Пусть все для вас определяет Библия». «Перестаньте искать ответы в своей религии». «Я хочу знать, что это за обетование, которое Бог дал Аврааму». Откройте послание к римлянам, 4,13. И давайте мы точно увидим, что это было за обетование. Послание к римлянам, 4,13. «Что это за обетование, которое Бог дал Аврааму?» Нам необходимо начать это делать. Нам необходимо, чтобы Библия говорила нам, что это за обетование. Чтобы ясно и точно дать определение, надо знать, что говорит Библия. Прочтем данное место. Готовы? Читаем. «Ибо обетование...» «Что за обетование?» «Будь наследником мира, даровано Аврааму, или семени его, незаконом, но праведностью веры». Итак, «Что за обетование Бог дал Аврааму?» «Что он будет кем?» «И обетование это было даровано незаконом, но как?» И вот теперь мы готовы показать вам, что обетование, которое Бог дал... «О, Аллилуйя!» Да, да, да. Обетование, которое Бог дал Аврааму — это нечто такое, что можем унаследовать и мы. Это просто потрясающе. Обетование Аврааму, или семени его, — быть наследником мира. Вы понимаете, что Авраам должен был унаследовать мир и все, что в нем? Бог обещал Аврааму, «Ты будешь наследником мира». Работая над проповедью, я стал разбирать составляющие обетования о том, что Авраам будет наследником мира. Есть и такая часть, которая связана с материальными вещами мира, а также с властью, которая в этом мире. Эту тему мы разберем чуть позже. Но вот обетование Аврааму о том, что он будет наследником мира. Я хочу попросить вас что-то сделать, и для того, чтобы это сделать, потребуется вера. Скажите, «Я — наследник мира». Дальше скажите, «Я — наследую». «Мир». «Еще одно». «Мир — «Мое наследие». Эту последнюю часть скажите еще раз. «Мир — «Мое наследие». «Мир — это серьезно». Писание говорит, что дьявол, бог этого мира, он украл его, но Бог говорит, что украденное наследство вернется к вам, вам и семени вашему. О, Иисус, кто из вас знает о том, что Бог никогда не нарушает свои обещания? Скажите еще раз, мир — мое наследие. О, да! Когда я понимаю, что мир — мое наследие, у меня по коже бегут мурашки. Давайте вернемся к посланию Галатам. О, да! Спасибо, Иисус! Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано, и потомкам, как бы о многих, но так об одном, и семени твоему, которая есть Христос, обратите внимание на то, что обетование было дано Аврааму и Иисусу. Бог не дал свое обетование всем нам напрямую, но я вам покажу, как войти в это обетование. Бог дал это обетование Аврааму и Иисусу. Семнадцатый стих. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет. Закон явился спустя 430 лет после этого обетования. Что Бог пообещал Аврааму? Иногда мы путаем это обетование с обещанным нам Духом. Но что же Бог пообещал Аврааму? Раньше я допускал ту же самую ошибку, но Господь исправил меня и сказал, «Больше так не делай». Находите ответы в Библии. Пусть все для вас определяет Библия. «Перестаньте искать ответы своей религии». Я хочу знать, что это за обетование, которое Бог дал Аврааму, откройте послание к римлянам 4.13. И давайте мы точно увидим, что это было за обетование. Послание к римлянам 4.13. Что это за обетование, которое Бог дал Аврааму? Нам необходимо начать это делать. Нам необходимо, чтобы Библия говорила нам, «Что это за обетование?». Чтобы ясно и точно дать определение, надо знать, что говорит Библия. Итак, послание к римлянам 4.13. Говорит нам, что это за обетование. Читаем. «Ибо обетование...» «Что за обетование?» «Как наследником мира, даровано Аврааму или семени его, незаконом, но праведностью веры». Итак, что за обетование Бог дал Аврааму? «Что он будет кем?» «И обетование это было даровано незаконом, но как?» «И вот теперь мы готовы показать вам, что обетование, которое Бог дал...» «О, аллилуйя». «Да, да, да». Обетование, которое Бог дал Аврааму, это нечто такое, что можем унаследовать и мы. Это просто потрясающе. Обетование Аврааму или семени его — Быть наследником мира. Быть наследником мира. Вы понимаете, что Авраам должен был унаследовать мир и всё, что в нём? Бог обещал Аврааму, «Ты будешь наследником мира». Работая над проповедью, я стал разбирать составляющие обетования о том, что Авраам будет наследником мира. Есть и такая часть, которая связана с материальными вещами мира, а также с властью, которая в этом мире. Эту тему мы разберём чуть позже. Но вот обетование Аврааму о том, что он будет наследником мира. Я хочу попросить вас что-то сделать, и для того, чтобы это сделать, потребуется вера. Скажите, «Я — наследник мира». Дальше, скажите. «Я — наследую мир». Ещё одно. «Мир — моё наследие». Эту последнюю часть скажите ещё раз. «Мир — моё наследие». И это серьёзно. Писание говорит, что дьявол — бог этого мира. Он украл его. Но Бог говорит, что украденное наследство вернётся к вам. вам и семени вашему. О, Иисус, кто из вас знает о том, что Бог никогда не нарушает свои обещания? Скажите ещё раз. «Мир — моё наследие». О, да. Когда я понимаю, что мир — моё наследие, у меня по коже бегут мурашки. Давайте вернёмся к посланию к Галатам. О, да. Спасибо, Иисус. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано, и потомкам, как бы о многих, но так об одном, и семени твоему, которая есть Христос». Обратите внимание на то, что обетование было дано Аврааму и Иисусу. Бог не дал Своё обетование всем нам напрямую, но я вам покажу, как войти в это обетование. Бог дал это обетование Аврааму и Иисусу. 17 стих. «Я говорю то, что завета о Христе прежде Богом утверждённого, закон, явившийся спустя 430 лет, закон явился спустя 430 лет после этого обетования. Не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Закон не может отменить это обетование, потому что, образно говоря, контракт уже был подписан. Как это делается с обычными контрактами? Нельзя отменить или изменить его. Наследие уже определено и утверждено для семени Авраамова. «Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал онное». Как? Не по закону, но как? Хорошо. 19 стих говорит о функции закона. Наследство дано по обетованию, а не по закону. Для какой цели был дан закон? 19 стих. Для чего же закон? «Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангелов, рукою посредника». Расширенный перевод. Какова же тогда была цель закона? «Он был дан позже, после обетования, чтобы открыть и показать людям их вину по причине их беззаконий и чтобы люди осознали свою греховность. Он предназначен был действовать до времени прихода потомка, наследника». Речь об Иисусе, относительно которого и было дано обетование. Закон был устроен, предназначен и преподан через ангелов, рукою посредника, Моисея, который посредничал между Богом и людьми. Итак, закон был дан для того, чтобы вы осознали свой грех до времени прихода семени. «Когда придет семя, должно произойти что-то лучшее. Самое лучшее, что мог сделать закон, это заставить вас осознать, что то, что вы делаете, плохо». 20 стих. «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». Итак, закон противен обетованиям Божьим? Нет. Писание говорит «никак». «Ибо если бы дан был закон, могущий же его творить, то подлинная праведность была бы от закона, однако через закон вы не сможете приобрести вечную жизнь». Дальше. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Итак, Писание всех заключило под грехом, но через веру в Иисуса Христа мне дано обетование. Послушайте, а до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был дан для нас детоводителям ко Христу, дабы нам оправдаться, быть объявленными праведными верою. Итак, закон руководил людьми, показывал им их грехи и беззакония. Закон руководил людьми до того, как пришла вера. Люди, нерожденные свыше, по-прежнему под руководством закона. Вера пришла. Она пришла? Слушайте, 25-й стих. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Что использовал детоводитель для руководства людьми до прихода веры? Он использовал закон, верно? Но вера пришла, правильно? Надо ли нам по-прежнему находиться под руководством закона? Нет. Почему? Потому что у нас есть вера в завершенные дела Иисуса Христа. Слушайте внимательно. «Ибо все вы — сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Я — Дитя Божье, потому что принял Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем. И по вере я — Дитя Божье, потому что верю в то, что Иисус — Сын Божий. Я стал чадом Божьим через свою веру в Иисуса Христа». Кто из вас это понимает? Хорошо. Дальше. «Все вы — во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Все во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Здесь речь о том, что ваше желание верить в Иисуса привело вас в духовное единство с Ним. Благодаря вашему желанию верить в Иисуса вы вошли в духовную общность, в духовное единство с Ним. Вы теперь общаетесь с Ним, поскольку уверовали в Него и приняли спасение. Я знаю, что когда я сказал крестившиеся, вы подумали о водном крещении, но я хочу, чтобы вы подумали о том, что с вами, крестившимися во Христа, произошло вот что. Вы стали одно с Христом в день, когда сказали, «Иисус, я верю в Тебя, войди в мою жизнь». Вы и Христос стали одним целым. Аллилуйя! Итак, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Итак, каждый мужчина, каждая женщина, каждый раб, каждый свободный, каждый белый и черный, еврей и язычник, все уверовавшие одно во Христе Иисусе. Мы все одно во Христе Иисусе. Я говорю, мы все одно во Христе Иисусе. И смотрите, что происходит благодаря этому. Если же вы Христовы, кто из вас Христов? Если же вы Христовы, одно с Ним, то вы, обратите внимание, семя Авраамова. Теперь послушайте, обетование было дано семени, Христу. Все мы, кто принял Христа, стали одно с семени, с Христом. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. Слово «семя» в единственном числе. И теперь мы, наследники обетования, о наследовании мира. Каждый христианин, всякий, кто во Христе, наследник мира. Это значит, что всякий неверующий, который трудится в поте лица своего каждый день, накапливая богатство, трудится для нас. Эти люди не понимают, что нам дано обетование о наследовании этого мира. Нас ждет наследие этого мира, дамы и господа. Вы что, думаете, что когда Иисус вернется, мы при этом не получим свое наследие? Вы понимаете, каким оно будет? Вы понимаете, что вот-вот произойдет? Вы понимаете, что скоро вас ожидает божественное столкновение? Слово «встреча», я это услышал вчера от друга, означает «столкновение». Встреча с Богом — это столкновение с Ним. И каждого из вас, присутствующих здесь христиан, ожидает столкновения. Вас ожидает столкновение с Богом, и на этом столкновении будет ваше имя. Произойдет что-то неожиданное. Все будет идти как обычно. Вы будете делать свои обычные дела, и вдруг произойдет столкновение с Богом, которое изменит всю вашу жизнь. Аллилуйя! Чаще всего вы не видите приближения столкновения, но когда столкновение происходит, оно полностью изменяет вашу жизнь. Ваши жизни уже были, имели место столкновения. У вас уже были встречи с Богом. И эти встречи привели вас из состояния, в котором вы были, туда, где вы есть сейчас. Но сегодня я пророчествую вам. Скоро у вас будет столкновение с Богом. Скоро вас ждет сверхъестественное столкновение со всемогущим Богом, и вы будете знать, что это — всемогущий Бог. Это не будет какое-то впечатление о легком дуновении. Это не будет ощущение какого-то легкого движения ветра. Но это будет столкновение, которое изменит вашу жизнь навсегда. В ней произойдут радикальные изменения, и вы будете точно знать, что встретились с Богом. Я — наследник этого мира. Это место было создано для меня. Это не какая-то выдумка. Бог дал обещание Аврааму и семени его. Я теперь одно с этим семенем, и обетование принадлежит мне по вере. Воскликните по вере. Я — наследник мира. Это была интересная часть, но нас ждет что-то еще более интересное. Вот о чем говорится в начале 4 главы. Поскольку вы услышали все это, не возвращайтесь в рабство. А что значит вернуться в рабство? Это значит снова вернуться к закону, вернуться к собственным усилиям, вернуться к упованию на то, что можете сделать вы, купованию на свои дела, вернуться к делам плоти. Вы помните, что говорит Писание? «Отпасть от благодати» — значит отпасть от упования на Бога и вернуться к упованию на свои собственные усилия. Вот когда вы отпадаете от благодати. Отпасть от благодати — не значит отпасть от праведности и впасть в грех. В большинстве случаев, не спав из праведности в грех, вы попадаете в благодать Впав в грех, вы попадаете в благодать, потому что, чтобы выбраться из греха Вам необходимо благодать Но отпасть от благодати значит, что вы отпали от упования на Бога И вернулись к делам плоти Вернулись к упованию на свое поведение Вернулись к упованию на собственные усилия Вы стали уповать на то, что можете сделать вы, а не на то, что может сделать Бог Вы стали смотреть на себя, как на источник обеспечения, а не на Бога. Не возвращайтесь в рабство. Первые пять мест Писания, которые мы прочтём, настолько часто прочитывались через религиозную призму, что кажутся почти что странными. Религия закрыла от вас то, что вам необходимо увидеть. Поэтому я представлю вам послание к галатам в объёмном изображении. Чтобы вы, переходя от одной главы к другой, увидели всё в правильном контексте. Первый стих. «Ещё, теперь». Автор имеет в виду, принимая во внимание всё сказанное. «Теперь». Это надо рассматривать в контексте всего того, что мы изучали. «Теперь скажу». Апостол говорит. «После всего, что я сказал прежде, «теперь скажу». «Наследник». «Доколе в детстве ничем не отличался от раба, «хотя и господин всего». Поймите, что он здесь говорит. «Мы — наследники». Верно? О, это хорошо. «Мы — наследники, и мы знаем, на что имеем право». Вот что апостол говорит о наследнике. Наследник, пока он ребёнок, ничем не отличается от раба, слуги. Акцент тут надо сделать на том, что определяет, что вы — ребёнок. Вы постоянно думаете на человеческом уровне, но Бог сказал, «Мои мысли, не ваши мысли». Вы постоянно пытаетесь сделать Божьи мысли своими мыслями. Я понимаю, что вы говорите, «У меня есть Слово Божье, у меня — Божьи мысли». Но зачастую вы пытаетесь низвести Бога на человеческий уровень, не выяснив прежде, что он говорит. Дальше второй стих. «Он — этот ребёнок, подчинён попечителям». Вы помните, что в третьей главе мы читали о том, что закон является детоводителем, и именно закон руководил людьми. Это даёт вам идею о том, кто такой ребёнок. Я не могу это удержать. Ребёнок является ребёнком, потому что позволяет, чтобы им руководил закон, вместо того, чтобы находиться под руководством Духа. Вы ребёнок не потому, что вы незрелы и спасены совсем недавно. Вот что делает вас ребёнком. Вы продолжаете находиться под руководством закона. И пока вы под руководством закона, вы незрелы и ничем не отличаетесь от слуги, потому что вы по-прежнему позволяете закону руководить вами. Вы по-прежнему уповаете на собственные усилия. Вы по-прежнему смотрите на своё поведение. Вы по-прежнему смотрите на дела плоти. Писание говорит здесь, что вы ребёнок. И пока вы ребёнок, вы ничем не отличаетесь от слуги. Ребёнку нельзя доверить управление автомобилем, потому что он ребёнок. У Бога есть обетования, которые доступны, но ребёнок, руководимый законом, не в состоянии действовать в них. Вот таким, как я думаю, и было состояние церкви все эти годы. Потому неудивительно, что мы не видим таких чудес, как в книге «Деяния». Неудивительно, что всего этого мы не видим. Пока вы руководимы законом, вы ребёнок. Прошли сотни лет, но мы по-прежнему руководимы законом, из-за чего ничем не отличаемся от слуги. А Бог хочет, чтобы мы увидели, если мы одно с Иисусом, то мы сыновья, а не слуги. Так, дальше. О, я взволнован. Он подчинён попечителям и домоправителям до срока. Отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были детьми, были порабощены. Обратите на это внимание. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Расширенный перевод. Так и мы, христиане из евреев. Апостол обращается именно к ним, поскольку закон был дан евреям. Когда были детьми, находились в рабстве под управлением еврейских ритуалов. И были подвержены элементарным учениям системы внешних соблюдений правил и предписаний. О чём он говорит? Что он только что описал? Закон. Автор говорит, так оно и было. Мы находились под руководством предписаний закона. Он говорит, мы были детьми, потому что находились под руководством предписаний закона. Четвёртый стих. О, Иисус! Но когда пришла полнота времени, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, «Обратите внимание, подчинился закону». О, теперь послушайте. Расширенный перевод. «Но когда полностью наступило надлежащее время, Бог послал Сына Своего, который родился от женщины, родившись, подчинился предписаниям закона». Иисус родился не под заветом благодати, но под законом. Вот это Он и имел в виду, говоря, «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков. Не нарушить пришёл Я, но исполнить». Иисус родился под законом, жил по нему, и полностью его исполнил, так, чтобы никто уже ничего не мог сказать. Мы не могли выполнить закон, поэтому Иисус родился под законом для того, чтобы в совершенстве исполнить его. Весь закон. Господь сказал мне, «Молчи и просто читай дальше». Давайте я прочту вам 4 и 5 стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить под законных, дабы нам получить усыновление». Иисус родился под законом для чего? Чтобы искупить. Одно из определений слова «искупить» — это заплатить требуемый выкуп, чтобы человек вышел на свободу. Иисус родился под законом для чего? «Чтобы заплатить выкуп и освободить тех, кто был под законом». Это местописание необходимо читать в правильном контексте. Иисус был рожден под законом для того, чтобы искупить еврейский народ от закона. Послушайте меня. Я не хочу обидеть вас, но вы должны это знать. Закон не был дан язычникам. Каким это образом мы, белые, черные, латиноамериканцы, практикуем то, что даже не было нам дано? Единственное, что Бог дал язычникам, это Новый Завет. Бог дал язычникам Новый Завет. Находясь в церкви, мы пытаемся практиковать то, что даже не было нам дано. Закон никогда, вообще никогда не был дан язычникам. Он был дан еврейскому народу. Когда к Иисусу обратилась женщина, язычница, он сказал, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Вам понятно, что здесь имеется в виду? Она сказала, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Иисус сказал, «О, женщина, велика вера Твоя». Она увидела то, что Иисус приготовил для язычников. «Каким образом мы можем принять то, что нам даже не предназначалось?» Закон никогда не предназначался для церкви. Единственный завет, предназначенный для церкви, это завет благодати, новый завет, в котором Бог говорит, «Я буду вашим Богом. Я напишу закон мой на вашем сердце. Я напишу мой закон на вашем разуме. Я буду вашим Богом. Я научу вас знать меня от малого до великого. Я буду милостив к неправдам вашим, и грехов ваших, и беззаконий ваших. Не воспомяну более». Вот какой завет Бог дал нам. А мы увязли в том, что было дано еврейскому народу. Иисус родился под законом для того, чтобы освободить находившихся в рабстве закона и искупить их от Него. Кто-то скажет, «Я тоже под законом. На вас это тоже распространяется. Я просто стараюсь выяснить, каким образом мы попали под закон. Как мы туда попали? Я вам скажу как. Мы боялись, очень боялись пойти в ад. Все боялись попасть в ад. Мы старались выполнить все требования, которые уберегут нас от ада. Мы не понимали, что все эти требования уже выполнены. И все, что нам надо делать, это верить в то, что сделал Иисус. И сегодня в церкви мы стараемся исполнить требования, но Иисус уже исполнил все эти требования. Мы пытаемся исполнить требования, а Иисус их все уже исполнил. Как вы можете думать, что справитесь лучше, чем Иисус? Ваша кровь только и может, что сохранить вас в живых. Вот и все, что она может. Не пойте такие песни. Это я должен был быть на том кресте. Нет, не надо, чтобы вы были на том кресте. Ваша кровь — это не кровь Иисуса. Так что не говорите об этом. На самом деле, вы даже не сможете распять себя. Вы прибили гвоздями свои ноги, прибили одну руку, а потом... А дальше как? Послушайте дальше. Это самая лучшая часть. А как вы, сыны... Обратите внимание на то, что Он говорит, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы, сыны... То Бог послал в сердца ваши, Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Да. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok